Идея построить храм в честь святых царственных страстотерпцев появилась еще в 2003 году, когда в городе праздновали столетие со дня канонизации Серафима Саровского. Тогда вспомнили слова преподобного «Царя, который меня прославит, и я прославлю». Этим царем и стал Николай II, который дал толчок для канонизации отца Серафима. В 2006 году на месте строительства нового храма на улице Менделеева поставили крест, но дело долго не могло сдвинуться с мертвой точки, возникало много сложностей. Но в итоге храм в честь святых царственных страстотерпцев все-таки появился в Сарове. Только к 2018 году, и все здесь вспомнили, что ожидается именно столетие со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге. И этот храм был освящен в ту самую ночь, ровно через сто лет, в тот же самый день, когда была убита царская семья. Это очень показательно, это очень живо. Гуманитарный склад при Центре Милосердия открыли в 2018 году. Одно из главных направлений Центра – это помощь многодетным семьям, а также попечение о детях-инвалидах. В этот же год в Сарове построили и первый храм, посвященный царственным страстотерпцам. Все эти факты натолкнули добровольцев на мысль назвать Центр Милосердия в честь царевича Алексея, единственного сына Николая II и Александра Федоровна Романовых, а также наследника Царского престола. Во-первых, он из большой многодетной семьи, и он принадлежит к царской семье, в честь которой строился храм, в тот момент завершался. И он сам, ребенок, как бы сейчас сказали, инвалид с детства. А тема детей с инвалидностью, она у нас в волонтерском центре была с самого начала. По свидетельствам современников, царская семья много занималась благотворительностью, помогала бедным и нуждающимся. Старшие княжны и сама императрица Александра Федоровна во время Первой мировой войны стали сестрами милосердия и ухаживали за ранеными солдатами. А младшие дети помогали в госпитале. На свои личные средства августейшие особы организовывали гуманитарные эшелоны с необходимыми медицинскими средствами. Показателен и тот факт, что во время войны императрица и ее дочери не шили себе ни одного нового платья, кроме формы сестер милосердия. Знаете, меня просто потрясла эта семья. Она настолько как-то... И то, что я живу в городе, где они когда-то бывали, и то, что царевич Алексей родился по молитвам, вознесенным здесь. У меня соединилась эта семья, и она мне стала как родная. Поэтому для меня было огромной радостью, что все-таки в нашем городе смогли построить этот храм, осветить его. Сейчас он действует. В ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли семью Николая II. Погибли сам император, его супруга, дети и приближенные. 17 июля – дата памяти царской семьи, а в храме царственных страстотерпцев в этот день отмечают престольный праздник.